Привет! Сегодня я поговорю о том, как улучшать уровень владения языком, даже если вы, казалось бы, его достаточно хорошо знаете. Сразу хочу сказать, что, несмотря на то, что я делала это видео прежде всего, думая о своем собственном опыте, а у меня уровень владения английским, ну, довольно высокий. Я на TOEFL, например, получила 112 баллов из 120. Все-таки я думаю, что эти советы полезны будут и тем, у кого, например, уровень еще средний, ниже среднего, или вы только начинаете учить английский, и вы другой язык, в принципе, применимо к другим языкам тоже, потому что чем раньше вы начнете делать те вещи, о которых я буду говорить, тем, в принципе, лучше. Даже сейчас, достигнув того уровня, когда, в принципе, повседневное общение на английском, написание академических работ на английском для меня не составляет никаких проблем, я все равно время от времени сталкиваюсь с тем, что какие-то вещи, которые я зазубривала в школе, либо совсем уже устарели, либо практически не используются носителями языка, просто потому что имеют какие-то другие аналоги, которые звучат более естественно. Например, не знаю, как вы, но мы в школе посвящали огромное количество времени тому, чтобы заучить, как правильно говорить. I go by food или I go on food. Или какие предлоги использовать со средствами транспорта, например, I go by car. На самом деле, носители английского языка, скорее всего, не будут говорить I go by food или on food, они скажут I walk. Точно так же не I go by car, а I drive. И да, безусловно, эти выражения, например, выражение I go by car не является неправильным. Но я разговаривала с носителем языка, который мне сказал, что, скорее всего, если бы он его и использовал, то это было бы в случае, если бы, скажем, он что-то писал и уже несколько раз употребил слово drive, и тогда как синоним он использовал бы go by car. Но это далеко не первое, что приходит в голову человеку, который хочет сказать, что он, скажем, добирается от работы на машине. Поэтому просто будьте готовы к тому, что то, что вам рассказывали в школе, то, что вы прочитали из учебников, далеко не истина в последней инстанции. И я бы очень вас просила удержаться от того, чтобы исправлять чей-то английский, особенно если вас об этом не просили. Я, например, постоянно вижу в интернете, как люди исправляют кого-то, кто говорит often, потому что, да, вы все в школе учили, что в слове often, t, ну, в слове often, t не произносится. Так вот, сюрприз, на самом деле, в последнее время носители языка очень часто произносят эту самую t в слове often, и этот вариант, в принципе, уже стал нормой. Я, к моему большому сожалению, очень часто встречаю людей с довольно неплохим уровнем английского языка, то есть B1 и выше, которые не хотят, а зачастую просто боятся потреблять контент на английском языке, то есть смотреть фильмы в оригинале или хотя бы с английскими субтитрами, читать книги на английском, слушать подкасты и так далее. И не делают они этого, потому что они не уверены в своих силах. Но на самом деле это так не работает. Вы не учите английский по учебникам и не ждете, когда в один прекрасный день вы сможете посмотреть грёстного отца в оригинале. Нет, вы начинаете это делать, а понимание приходит со временем. Я, например, всегда думала, что мне очень плохо с аудированием, какой бы язык я ни учила. Но знаете, сейчас я понимаю, что на 80% своему довольно хорошему навыку аудирования в испанском я обязана группе ВКонтакте, которая просто в какой-то момент перестала переводить субтитры к моим любимым сериалам. Пробуйте разные материалы. Если не зашло что-то одно, откладывайте это в сторону и беритесь за какую-то другую вещь, которая больше соответствует вашему уровню. Я, например, свою первую книгу на английском от и до прочитала, по-моему, в 10 классе. И это была книга Жаклин Нилсон, которая называлась, кажется, All American Girl. И несмотря на то, что мне было 16 лет, эта книга была рассчитана, там, я не знаю, может быть, на 10-14-летних подростков. В целом опыт был довольно хороший, и после того, как я закончила эту книгу, я подумала, что вот сейчас-то я смогу читать всё абсолютно на английском. Я взялась за суперпопулярные тогда «Сумерки», которые, в принципе, тоже я найдала. И вот «Сумерки» мне было читать гораздо сложнее, и я просто их отложила читать что-то другое. И так, книг за книгой я, в принципе, дошла до того уровня, когда я могла бы уже прочитать «Сумерки» на английском, но мне просто было тогда неинтересно. И ещё о том, что вам совершенно точно не нужно ждать какого-то определённого уровня владения языком, чтобы начать читать на нём. Я сейчас на испанском где-то примерно на уровне А2, ну вот уже ближе к Б1, но всё-таки тем не менее А2. И я уже очень давно читаю... Ну, я, во-первых, очень давно уже на уровне А2 и застряла. А во-вторых, я очень давно читаю книги, адаптированные или специально написанные рассказы для тех, кто изучает язык. И, во-первых, это помогает мне прокачивать мой испанский, а во-вторых, там нет каких-то прям очень больших сложностей, несмотря на то, что уровень языка у меня, в принципе, довольно низкий. Если вы не хотите читать адаптированную литературу, в чём я вас понимаю, то есть два жанра, как мне кажется, с которых проще всего начать. Это young adult и self-help. Это не самые мои любимые жанры, но, тем не менее, чаще всего книги, написанные в этих жанрах, написаны довольно простым языком, который, в принципе, может осилить и новичок. И самый большой, наверное, плюс потребления контента на английском в том, что после какого-то уровня вам уже не нужно активно учить английский, сидя за учебниками или выписывая незнакомые слова. Всё равно самые часто употребляемые слова вы будете слышать часто, соответственно, вы просто так их запомните. Но если такое немного всё-таки хаотичное потребление контента на английском вас всё ещё пугает, и вам кажется, что вам действительно нужно выписывать слова или подробно разбирать всё то, что вы читаете или смотрите, то я очень рекомендую вам, спонсора этого видео, онлайн-сервис для изучения английского языка Puzzle English. У Puzzle English больше 10 разных продуктов для изучения английского. Мне, например, больше всего понравились видео-пазлы. Тут вы смотрите видео с субтитрами на русском и английском языках, а потом прослушиваете фразы из видео уже без субтитров и воссоздаете их как пазл. Видео тут огромное количество на любой вкус. Это могут быть музыкальные клипы, отрывки из фильмов, TED Talks и так далее. Ещё один классный сервис – подкасты. Их можно слушать параллельно, читая текст на английском и русском, просматривать перевод незнакомых слов и тут же добавлять эти слова в личный словарь. Но это далеко не всё. На сайте вы также найдёте обучающие видео, тренажёры, игры, упражнения на перевод и многое-многое другое. Чтобы не запутаться в большом количестве материалов, можно приобрести личный план, то есть у вас будет персональная программа занятий с учётом ваших возможностей и потребностей. Что касается цен, у вас три варианта. Заниматься бесплатно, но с ограничением в том, сколько слов в день вы можете учить. Купить доступ к любому продукту сайта отдельно, например, только к личному плану или только к подкастам. И, наконец, есть тариф премиум, который даст вам вечный доступ ко всему сайту. Это, мне кажется, может быть отличным подарком на Новый год как себе, так и близким. Первое прилагательное, которое мне приходит в голову для описания Puzzle English – это залипательный, потому что он затягивает так же, как Instagram или YouTube, только при этом вы ещё учите английский. Поэтому переходите по ссылке в описании и убедитесь в этом сами. А с кодом TANYAB вы получите доступ к личному плану бесплатно на 14 дней. Следующее, о чём я хотела поговорить, это пунктуация. И, насколько я заметила, это то, чему практически не учат в школах. Если в вашей ситуации это по-другому, дайте мне знать в комментариях. Но, в принципе, чаще всего русскоязычные люди, из того, что я заметила, ставят запятые там, где они поставили бы их в русском языке, либо не ставят их вообще. Первый вариант на самом деле не работает, просто потому, что запятые в английском языке не работают так, как в русском. Я, на самом деле, была немножко в шоке, когда узнала, что в английском языке вообще запятые не обязательны и ставятся в том случае, когда их отсутствие приведёт к тому, что смысл предложения будет искажён. Есть, например, такая вещь, как оксфордская запятая, которую от меня постоянно требовал мой научный руководитель, когда я писала диссертацию. Но даже эта запятая не является обязательной. Например, в предложении I love my friends, запятая Lady Gaga and Oprah, если вы не поставите эту самую запятую между Lady Gaga и Oprah, предложение будет звучать, как я люблю своих подруг, которыми являются Lady Gaga и Oprah. Если вы поставите оксфордскую запятую, будет понятно, что объектами вашей любви являются ваши друзья Lady Gaga и Oprah. Я в этом видео не задавалась целью научить вас индустрия пунктуации, просто потому, что я сама ещё до конца в ней не разобралась. Но это просто один из примеров того, что в английском языке она работает не всегда так же, как в русском, и что если вы хотите для каких-то целей прокачать свой английский, например, в академическом английском, это, скорее всего, вам понадобится, то стоит обратить на вообще эту сферу внимания. Ещё одна вещь, без которой, как мне кажется, очень сложно продвинуться в изучении какого бы то ни было языка, это способность постоянно подмечать какие-то сходства и различия между вашим языком и тем языком, который вы учите. Давайте я приведу вам несколько примеров, которые я для себя открыла не из учебников, ни какие-то учителя мне объяснили, а вот именно из-за того, что я постоянно стараюсь обращать внимание на то, как говорят люди или как пишут люди, и если они пишут по-другому, не так, как написала бы или сказала бы я, то я пытаюсь находить какой-то паттерн в этом и смотреть, все ли так делают, часто ли так делают, может быть, мне тоже стоит поменять то, как я говорю. Как бы вы сказали, например, 1200 по-английски? Скорее всего, вы бы сказали 1200, правильно? В английском языке, скорее всего, скажут 1200, то есть, по сути, 12 сотен. Мы в русском языке так не говорим, а в английском языке это звучит гораздо естественнее, чем 1200. Еще один пример, последний, обещаю. В русском языке, когда мы говорим о возрасте маленьких детей, мы к году, если ребенку уже есть год, прибавляем сколько еще ему месяцев, да? То есть, мы говорим, например, год и восемь месяцев. В английском языке скажут просто 20 months. Год и восемь месяцев будет звучать достаточно неестественно в этом случае. И, опять-таки, это такая маленькая вещь, да? Если вы скажете год и шесть, год и восемь, конечно, вас поймут. Но если вы действительно хотите звучать как носитель английского языка, это те маленькие вещи, которые стоит подмечать и впоследствии использовать самому. Последний пункт, про который я просто не могу не упомянуть, хотя он довольно противоречивый для некоторых людей, это политкорректность. Язык не учится без изучения культуры. Это, наверное, то, что мы усвоили еще, когда в школе учили, что London is the capital of Great Britain. Как только вы начинаете говорить на английском, вы как бы попадаете в их культурное поле. И никого совершенно не волнует, приемлемо или неприемлемо в вашем родном языке употреблять the N-word. Если вы говорите на английском, то вы либо его не употребляете, либо употребляете и гордо носите с вами расиста. Ну или как минимум невежественного человека. Там внизу оставлю две ссылки, где вы сможете найти термины, которые нежелательно применять в отношении этнических групп, и термины, которые, наоборот, лучше употреблять в отношении людей с инвалидностью. И я сейчас поняла, что, несмотря на то, что говорю я уже довольно долго, у меня осталось еще пять пунктов, о которых я хотела поговорить. Поэтому я оставлю их для другого видео, а вы в комментариях мне дайте знать, интересно ли это вам. И, как я уже просила внизу, расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения с английским. Это просто поможет мне оценивать, на какой уровень ориентироваться, когда я буду делать другие видео об изучении иностранных языков, и английского в том числе. И на этом у меня все. Как всегда, спасибо, что посмотрели, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok